Здравствуйте! Начало августа, утречка. Обильная роса скапывает с деревьев, но всё равно сухо. Дождики какие-то и проходят, но стоит 27 градусов жары, и они быстро-быстро высушиваются. Ну, вот такие маленькие лисички. Берём поодинокие. Здесь я в прошлый раз оставляла лисички. Конкуренты таки забрали, а вот эту не заметили. Вот такие маленькие, небольшие. Кстати, они считаются первой категорией. Кто-то раздавил. До трёх сантиметров. Какая здоровая сидит лисица. В черничнике никто сюда не зашёл. И это ничего так. Да, лист жовтие, и уже трудно лисичек замечать. В Кашкете принёс. О, штук 15 принёс. Идём дальше. Так тихо, безветренно в лесу. Ну и ладно, что нету обильных дождей, нету грибов. Зато люди спокойно хлеб уберут. А здесь свинушка толстая. Но к роду свинушек она отношения не имеет. Её отнесли к роду топинелла, потому что растёт на дереве. И в ней нашли вещество, регулирующее размножение насекомых. Учёные работают в этом направлении, потому что хотят регулировать размножение полезных и вредных насекомых. Человек стремится стать богом. И даже совсем неплохой. А вот беленький, внушающий надежды. Надежды пропали. О, сколько слизней на него набросилось. И я здесь пару лисичек нашла. Высохшая, полусъеденная. И здесь подсохшие. Какие-то разлохмаченные. Всё пропало. И сыроежки, и польские раньше попадались. Только вот такие лисички ещё можно найти изредка. А нет. А нет. Маленький маховичок, или это польский, или маховик, таки вылез. Вылез, но уже... Он-то вылез, но черви успели вперёд меня. Другое дело лисичка. Другое дело лисичка. Она никогда не червивая. Говорят, что её поражает такой большой червь. Иногда в лисичке видно в ножке дырки. И он выедает всю шляпку, залазит туда и сидит. Но я никогда такого не наблюдала. Сколько я срезала этих дырочек, ничего внутри не было. И костянички. И лисички. А здесь место произрастания чешуйчатых сыроежек. Одних из лучших из этого семейства. Они мясистые и по вкусовым качествам отличные. Ну, это нет. А это хорошая. Ещё одна чешуйчатая сыроежка. Их у нас называют голубками. А вот и первая в этом сезоне ядовитая пани. Бледная поганка. И рядом наши любимые лисички. Гриб молочай. Или подмолочник. Или грудь краснокирпичный. Видите, какая у него краснокирпичная шляпка. Темнее в середине. И в середину вогнутая. Вот я держу, а уже по руке моей течёт сок. Сок выделяется обильно. Даже некоторые у нас называют этот грудь коробка. Оправдывает своё название. Молочко течёт из него сильно. Я попробую его засолить сухим посолом. Первый раз беру. Прошлый раз я их нашла. Но не была уверена. Очень хотела найти. Не была уверена, что это именно тот груз, который мне нужен. Спросила по группам знающих людей. Молочай. И мне сказали, что таки да. Это молочай. Пока я раздумывала, то вот эти грибы уже постарели. Наверное, их уже и брать не стоит. Видите, какая шляпка. Они постарше желтеют. Более жёлтые. Шляпка бывает до 20 сантиметров в ширину. А вообще можно взять. Он такой светленький, красивый. Вот этот вот засушенный точно не буду брать. И эти тоже. А вот такой заберу. Как ряс носок выделился. Растёт среди дубов. Возле орешника. Вот этот вот куст похож на орешник. Может, это и есть лещина. Точно вам не скажу. И дубов здесь тоже много. А вон, кстати, вижу тоже сыроежку голубку. Вот чистая голубка. Такой голубо-зелёный колер. Вот сколько таких хороших грибков пропало. Пишут, что у взрослых грибов, у взрослых молочаев запах селёдки. Запаха селёдки я не почувствовала. Аромат мне напоминает аромат подсолнуха. Так, как и говорит наш знаменитый миколог Евген Руденко. Запах подсолнечника. Ещё один отличительный признак этого гриба, что у него пластинки под шляпой коричневеют у сорванного гриба. Этот млечник появляется очень рано. Считается прекрасным грибом. Его можно есть даже сырым. Хорош он в засоле. Вот такая грибная корзинка у нас сегодня получилась. Да ещё и плошка черники. Недаром съездили.